Who is your hero? Не зря так сижу. Давить хотят, в общем. Все-таки кэри джайгер. Да. Под венгу? А там довольно прозрачно. Если ты сделаешь позицию 1 венга, довольно как-то слабо выглядит, ты вряд ли в какой-то момент убьешь гирокоптера. То есть, если, конечно, ты не хочешь пойти и спушить за 10 минут. Найкс в бане. Урса в бане. Урса хорошая была здесь потенциально. Потому что милищник выгоняет брюлика, разбивает лампу. Хороший герой. Ну и нельзя забурстить. И при этом всем не хочется брать иллюзионистов. То есть, потенциально какой-то ПЛ был бы хорош или ТБ, но там панда, который диспейлит иллюзии. Поэтому здесь только джайгер остался. Хорошо. Отталкиваясь от пиков, что-то поменялось в расстановке сил. Изначально мы видели практически двойное преимущество, отталкиваясь от мнения нашего друга-партнера при матче. Ну, то есть, там фаворит гамбиты, пики что-то подкорректировали. Скорее всего, да. Причина еще, почему джаггернаут сильно зашел. Или я отметил, что лампу убивает, и при этом дизраптора вернуть не может. То есть, тут для джаггернаута отчасти фри игра. Ну, то есть, если был бы, допустим, командир легиона, он бы блокировал возможность входить в крутилки, ТПшиться и так далее. Здесь же... ТП разбить нечем. Нечем сбить ТП, да, он может очень сильно наглеть, лампу разбивает. И если они сильно хотят давить... То есть, было два варианта. Либо они садят, защищаются ССФом под вингой. Там огромный рейндж удара. То есть, они могли сыграть так, в оборону. Либо они могут играть в атаку, получается, джаггернаута. Они выбрали именно этот путь. Хорошо, давайте от обратного. Есть ли вариант, в котором Ашеры, отталкиваясь от того, что они изначально немного позади, отталкиваясь от пика героев, но все же за счет каких-то сверхспособностей смогут обыграть гамбитов на первой карте? Да, конечно, шансы это есть. То есть, мы видим, что драфты как бы боевые. Они дерутся. Но, на наш взгляд, все-таки у гамбит преимущества, потому что более забалансированные по той мете, которую играют СНГ команды. Больше аур, больше скиллов, которые дисбалансят, получается, урон. То есть, сложно посчитать урон. При этом, кстати, панды противоверные. Я очень люблю играть. Так, мне тут уже говорят, что все готовы. Итак, гамбит против команды Hellraiser. Комментаторы в бой. Приветствуем вас, дорогие друзья. И это первая игра в СНГ-регионе сегодня. Ранее мы уже успели оценить, как играют команды в Китае. Но сейчас, пожалуй, самое интересное. И причем две довольно любопытных команды. Это Hellraiser и гамбит. Да, продолжаем заряжаться предновогодним настроением. И зимняя карта нам в этом поможет. Приветствуем всех на трансляции. И приятного просмотра. Матч обещают быть с интересным. Открывающая стадия плей-офф для СНГ-региона на наших квалификациях к майнеру. Интересно, уже выпал где-нибудь снег и задержаться успел. Потому что в Киеве успел выпасть, но продлилось это недолго. И, увы, праздничного настроения хватило всего лишь на сутки. Ну, зато у нас в студии снега полным-полно. Да. Хоть и искусственного, но все же. У меня даже пакеты со снегом есть. Если кому-то надо, обращайтесь. Ладно, что сказать по героям. Это GPK, который получил в свои распоряжения довольно интересного героя. Сильного героя, метагероя, который сейчас рейтится. И при этом очень быстро можно ожидать окончания игры в случае, если у Gambit дела складываться не шнут успешно. Это Beastmaster, это его ауры. Это аура потенциальной SF и работа минус армора настроения. Ну и, само собой, возможность фиксировать героев на месте, давать позиционку за счет Виверны. Имеется также у нас как раз обилка Beastmaster в Magic Community в случае, если Блокинг-бары появляться будут таким образом. Есть все шансы убивать Брю до Праймал Сплита, да и очень быстро разобираться с саппортами. Да, Hellraiser тоже подстроились под нынешний патч. И если раньше на четвертой позиции Дезраптор появлялся, ну, крайне редко, то сейчас это чуть ли не тир-один герой на эту позицию. И с быстрым агонимом этот персонаж раскрывается по полной, с огромным количеством экспириенса. Как раз-таки за счет авантастов. Сейчас он работает и в миде, в соло. Да, да, как это вообще возможно? SF убивает на первом, там, втором уровне. Я понимаю, на стакл рейзов, и Никс не ожидал такого дэмэджа. Да, надо было допустить очень грубую ошибку, если сейчас у нас есть такая возможность. Было бы здорово увидеть реплей этого события. И оценить ситуацию и вообще отыгрыш конкретно каждого из игроков. Но я полагаю, что мы не увидим реплея. Ну что ж. Остается только верить, что сейчас это не будет вгонять в тильтник Сайя. Он вернется и продолжит нормально стоять. Хотя против SF уже с разогнанными душами, я так понимаю. Хотя это был первый левел, возможно, он еще не получил душ. Но в любом случае он сейчас свое получит на миде. Ну знаешь, как это бывает, хорошо, что здесь не было ситуации, когда, допустим, я или ты начали нахваливать игрока, который вроде бы хорошо стоит на миде в противостоянии 1 на 1. Он как раз-таки крайне хорош. А здесь еще одно убийство, и ФНГ в этот раз получает возможность убить Брюк. Так вот, знаешь, бывает такое, нахваливаешь человека, и тут сразу же происходит подобная фиаско. Но благо здесь в этом не было необходимости и даже не было подобного в голове. То есть и мысли подобные не приходило, что может состояться такая. У нас есть, конечно, какие-то предпосылки считать, что там какой-то один из героев сильнее в том или ином противостоянии. Но в любом случае все зависит от исполнения игрока. И как бы мы что ни обсуждали, мы это обсуждаем про вакуумную ситуацию, а не то, что мы видим на самом деле. Это может сильно отличаться. Смотри, тут получается ситуация, когда тинни же был взят в начале, то есть фактически первыми двумя пиками. А СФ появился уже в более поздней стадии. Очевидно, в таком случае ФНГ и Гамбит вообще, наверное, обсуждая эту ситуацию, полагали, что СФ как минимум хорош на этой линии, а как максимум он сможет еще и линию выиграть. По Крипстату действительно это подтверждается, но разрыв не столь большой. Главное только, чтобы не было ответочки от Никса в ближайшее время, потому что в таком случае много опыта, потеря душ на СФ, и золото, соответственно, получит тинни так же много, и полностью сможет реабилитироваться за одно подобное убийство. Да, тинни опасен. Нужно всегда быть в полном напряжении и концентрации. Необязательно расслабляться. Сейчас такая ситуация, когда саппорты не особо влияют на центральное противостояние, не помогают, поэтому приходится рассчитывать исключительно на свои силы. Ну и не знаю, как там у Никса сейчас ситуация. Говорит парням своим, что, мол, не страшно. Парни, легкая. Легкая. Нет, на самом деле все круто получается. Сверху Гамбит тоже фармит, мистмастер. Я думаю, что они вообще сейчас минут буквально еще 7-8 пофармят, и уже могут собираться идти куда-то давить вместе. Там быстрые какие-то барабаны появятся у Джаггернаута. Это, возможно, через Мекку сыграет SF, хотя сейчас, наверное, мало кто такой вот Айтембилл выбирает. Ну знаешь, где-то месяц назад команда очень выглядела уверенно, и выступление на ESL давало очень такие серьезные надежды на то, что у команды вообще будущее хорошее сложится. Но, к сожалению, сам ФНГ говорил, что своим выступлением команда повесила на себе метку. Таким образом, все коллективы, которые играют против, Гамбит попросту готовятся. Ну, здесь, конечно, было событие с патчем, поэтому одна команда адаптировалась лучше, другая хуже. И на это тоже нужно обращать внимание. Но на это, впрочем, я говорю, и вообще мы часто говорим про все встречи между коллективами. Это не ключевая роль. Ну, пока всего-то 1000 золота, и 4 минуты в игре это несущественно. Думаю, пока переживать не приходится. Да, но квалификации к мейджеру довольно неприятные получились у Гамбит. Так что сейчас придется реабилитироваться перед фанатами и перед поддержкой на квалах к минору. Ну, вроде бы здесь они выглядят поувереннее, и все ставят на них. Пожалуй, Гамбит одни из фаворитов в квалификации, учитывая то, что 2 слота в Буковеле будет для наших команд. Кто ставил плюс в чат. Да, огромные-огромные шансы туда попасть. Да я бы стремился, просто потому что локация красивая. Мне самому интересно, как это будет организовано. Ну и, блин, все же, в преддверии или там после Нового года как раз вот это вот все празднично, очень тематично. Так что да, нужно стремиться. Но вот ты говоришь про фанатов, а я считаю, что в первую очередь игроки должны там свои ожидания и ожидания от своих же тиммейтов оправдать. Ну, конечно, конечно. То есть они собрались, очень хотят побеждать. И вот это уже как бы последний шанс. Речь не про серию, речь именно про квалификацию на минор. Дальше что? Кататься на турнир, окей. Будет ближе к концу этого месяца очень масштабный турнир в Азии. И призовой фонд огромный, команд много очень сильных, которые будут играть друг с другом. Ну и я рассчитываю, что это более чем или менее чем поле для тренировок. Но да, и возможность заработать денег, конечно же. Но, то есть это не дает как бы карьерного какого-то роста громадного. Все прекрасно мы понимаем, что есть сезон. В этом сезоне есть очень важные DPC-ивенты, которые позволяют пробраться на интернешнл. Для кого-то из команд, которые уже там побывали, это просто, скажем так, очередной... Заход на Аегис. Да-да-да. Просто кто-то хочет воплотить свою мечту, у кого-то еще не получилось. Кто-то там на втором месте оказался и все же не дотянул немного. А есть команды, которые туда смогут попасть впервые. И для этого, естественно, нужно выложиться на полную. Ну, как минимум отыграть качественно на мажоре, зайти в топ-3 и гарантировать себе попадание на этот ключевой ивент. Так, ну ты смотри, SF мега уверенно отстоял мид. У него уже седьмой левел. Тинни при этом отвлекался постоянно на фарм леса. Он понимает, что уже тяжело ему находиться на этой линии. Буквально половина хп уже с рейзов отлетает. Поэтому приходится скитаться в лесу и фармить там. SF себя еще и стакать пытается. Не уверен, что у него получилось. Но попытка была и хосту забирает себе ГПК. А сейчас, возможно, какой-то выход будет еще на боковые линии. SF довольно хороший гангер, особенно с седьмого левела уже. Ну, кстати, бисмастер вот немножечко то ли замедлил, то ли на самом деле не захотел вообще вмешиваться в это. Достаточно только прессинга саппорта. И приматч. Коэффициенты на экране. 1.23, гамбит 3.9 и хеллрейзерс. То есть пока, наверное, очень рано делать какие-либо выводы, потому что всего-то 6 минут игры прошло. Но фаворит здесь ясно. Ну, вот он, вот он, выход от ГПК. Ну, для тех, кто хочет рискнуть и поверить в Никса, я думаю, тоже у него много фанатов и желающих поддержать. Коэффициент уж очень сладкий, поэтому можете подтопить, делая ставки. Но пока что, да, фаворит 100% команда Гамбит. Я бы обратил внимание на варды, которые оставлены в продолье карты. Очень грамотно. Лево-право, вот эта вся область контролируется. Любой подход в лес, он фактически контролируется Гамбит. Никаких сюрпризов быть не может. Да, вот как раз-таки то, о чем говорил Лил, эти хай-граунды, которые позволяют устанавливать варды. И огромный просто радиус вижена дают тебе. Они сейчас помогают. Команда Гамбит попросту контролирует всю свою половину карты. Но пока что не заходят на вражескую, что важно. То есть они пока действуют больше от обороны, не от атаки. Возможно еще, ну, пофармят, конечно. Пофармят нужные айтемы, и потом уже пойдут вражеский лес занимать, давить, я думаю. Минутик пятнадцатый. Ну, интересно, что... Должно это происходить. Получается, Дизраптор. Большую часть времени старался не воровать опыт у Брю. Понимает, насколько ценный для него является уровень 6. И что самое главное, при наличии 6 уровня и нахождении на линии, это существенно понижает шансы на убийство Брюмастера, когда он останется один, а Дизраптор будет пытаться помогать на других лайнах. Кому-то лопата упала, но не показано было кому. Какой-то счастливчик забирает ее. А, это Драггернаут, кстати. Очень приятный бонус. Да. То есть дополнительный реген. И, кстати, вот не знаю, если честно, да, Хеллингвард это здорово, но он долго откатывается. И иногда, когда тебя харасит на линии, все же противостояние более существенное. Возникают такие вот желания, наверное. Так, ну, нам уже показывают общую ценность. В принципе, никто не выделяется, кроме как раз-таки Шодов Финда в этих графиках. Суппорты примерно на равных идут, там копейки разницы. Коры все, кроме СФа, тоже на одном уровне плюс-минус. И только вот оторвался от всех. Дикий-дикий Шодов Финд. Ну, очень приятно, наверное, Никсон выбил Iron Talon и возможность собрать себе Ironwood 3. Да, то есть возможность появляться будет... Ну, деревья, на самом деле, не особо нужны. Хотя, слушай, если он бегает, и у него было выкинуто вот как раз дерево, и где-то в сражении, когда он прошел, можно сразу же получить новое. Не бегать за соседними, согласен. Это прикольная фишка. То есть очень удачно. Ну, сейчас просто игра подкручивает и пытается как-нибудь реабилитировать. В наших глазах уже тянет, чтобы он немного поднабрал в... Да и третий предмет также убивает Никс. То есть все абсолютно, все в Никса. О, да, неплохо. И это тоже трассе шоу. Отлично. Атака сверху на ЛМО, первый рейд, но отбрасывает ми-пошка подальше ГПГ, но это не помогло. Он успел вернуться и свои три рейза смертоносные выдать. Отлично. И вышка тоже будет падать, и это очень-очень плохо. Если раньше потеря Тирадентавера на легкой линии вообще ничего не значило, по факту ее отдавали там уже с седьмой минуты, никто за нее не дрался и не дефал, то сейчас это подход к аутпосту очень важному. Если вы еще сейчас снизу потеряете Тавер Тирадент, то это вообще провал, и захватывать боковые строения будет нереально сложно. Передвигаться по карте придется очень аккуратно, и всегда будет опасно, что соперник прилетит, хороший файт для себя проведет в большинстве или как-то так. Довольно забавно, что варды, которые принадлежат Hellraiser, поставлены в тех местах, где имеется вижн у гамбит. Предполагаю, что ставились они под смолком, иначе бы они уже просто были сняты, так как очевидно, что подход героя довольно заметен. Ну и просто речь о том, что эти варды стоят также в точках, из которых совершают выходы в плане там гангов и вот нападения своей планируемой гамбит. И появляется информация, благодаря которой Hellraiser смогут их заведомо доджить. Аутпосты у нас появились, захвачены были. Поехали баунтируны все собирать. Наверное, последнюю забрал. Вам парни отсушить. Там еще сверху одна, по-моему, да? Да. Ну, у нас команды по аутпосту захватили. Пока что все заняты захватом аутпостов, и только потом на баунти выходят. На самом деле, на 10-й минуте баунти не дают такой большой прирост, как эти аутпосты. Эксперимент все-таки важнее сейчас, чем эти копейки. Вот за них можно не драться, аутпост — это важный объект, достаточно. До SF не нужно придумывать велосипед. Просто в статы вышел, барабаны ПТ взял, сейчас появится Блэкинг Бар, абсолютно ни один герой ничего делать не будет, ну, исключительно, кроме физического урона. И будет возможность зайти, дать реквием, начать бить героев, убить быстренько саппорта. Имеется возможность разбить гипношар, причем вместе с Джиггернаутом. Это очень быстро будет так же происходить. И вот основной своей вещи в борьбе с врагом будут лишены ребятам. Причем гипношар потрачен был, попытка поймать здесь Шачевой, ракета долетела, прошла Благгин Глайт, пошел бараш, отстрела через флаг Киэннон. И Шачевой какой-то живучий оказывается, его должны, должны, конечно же, добить. Долго он, конечно, здесь терпел, уже практически успела, верно, залететь сюда по мощи. Тем более, что ультимейту у вампира был. Он мог спасти этимейта как-то, попытаться отогнать врагов. Очень похоже на то, что Джиггернаут пытался напасть на Брюк. Ультимейт не потратил. Да, не потратил. И крутилка тоже остается, слушайте. А тут, по-моему, будет продолжение атаки. Нет, успел зеленого отвезти. Брюмастер и выживает. Фласку тратит джаггер. У него, кстати, почти фуловые стики. Какая же дичь у ФНГ уровень 7, джиггер наута 8. Если что, слева саппорт, справа кор. Ну да, так бывает. Книга плюс аутпост. Сейчас, если ты отлично стоишь линией, если ты доминируешь на линиях, то саппорты зачастую берут ловела даже выше коров, и это уже ни для кого не новость. Ну и к тому же эта венга, она изначально довольно живучим героем является. То есть какой-то банальный там брейсер купил, на всякий случай уплотнился немного. Да, венга уже становится реально опасной. Она в одиночку сможет скоро справляться с каким-то котлом. То есть котл это, ну, сложно из котла превратить героя в какого-то кора, да. А вот венгу в кора совершенно спокойно. У нее огромный прирост ловкости, у нее много урона, минус армор, стан. Как бы она может в одиночку реально саппорта вырезать уже на условной там 20-й минуте. Так, ну пока что вырезать, кажется, готовы ее, и это атака от Никса. Будет тост на хрипов. Там рядом Союз, если что. А вот и классный ультимейт от Виверны. Кажется, может венга еще бежать, но нет, здесь Союз контролит все нормально. Есть минус для Дидраптора. Вот и получилось. Хочется что-то сделать. Что демонстрирует нам Никс? Тот же билд, что и показывал вчера Мэджикал на Тине. То есть покупает само, после этого, видимо, выход в Сию. Ну, по идее, желанным также станет Блокинг Бар, но здесь он, ну, частично защищает от неприятностей, которые быть могут. Тут тебе и Слаб, тут тебе и Рор, тут тебе и Омни Сверджи Гернаута. И Винтерскерс туда же. Ну да, не очень-то и приятно БКБ брать в такой игре. Б, на самом деле, да, это будет, наверное, трата и денег. Наверное, что-то на сопротивление эффектов нужно, типа Си, возможно. Си, Сатаник в комбинации. Это работает. Вот такие варианты. Ну и что-то, может быть, там из лесных предметов, но это уже... А вот и, кстати, Си у Тине будет появляться дальше. Насколько я вижу, в Кэгбайе Джаггер себе диффуза поставил. Кстати, барабаны и одни, и вторые появились у Гамбит, так что скоро мы увидим уже активную доту. И, скорее всего, на 15-й минуте нас ждут какие-то сражения уже серьезные командные. 5 на 5, возможно, за какие-то постройки. Ну, я имею в виду аутпосты. Либо где-то на вышках, если Hellraiser будут их дефать. Но я пока вижу больше агрессии и давления от Гамбита. Они понимают, что они идеально отстояли линии. Они видят свое преимущество по золоту. Я думаю, примерно представляют, какой оно должно быть. Ну и... Да, уровень 15 СФ он нужен. Я думаю, активную сейчас доту будут показывать нам. Дальше любая вышка поддается демонтажу. Очень богатый СФ, конечно. Тине тоже не так много отстает, как до этого. Было 6500 у него. Он уже даже Джаггера обогнал. Дрим делает ТП через крутилку на... Как же долго. Очень долго. 6 секунд на самом деле занимает. Он, видимо, мискликнул немного. Он хотел полететь на Тер-1, но по привычке тапнул Маккарт. Он так бывает. Случается сейчас. Очень неприятная ситуация, когда 6 секунд занимает ТП. И ты такой... Хочешь улететь на вышку быстренько, но не получается. И главное, что они подцепили его сейчас. Это могло быть фатальная ошибка. Но тут тоже не совсем равная ситуация. Падает Т2, в то время как только Т1 начинают атаковать Хеллрейзерс. И при этом половина героев сейчас свободненько фармит в лесу, зарабатывая деньги, продолжая свой Нетворс поднимать выше и выше. Да и драться против Гамбит очень сложно. У них есть и подсейв в виде Виверна Колден Брейса, и Хеллин Кварт имеется, и Винга свапнуть готова. Причем вот этот Баклер валяется, базилка есть. Хедрески только не хватает у кого-нибудь в кармане. Чтобы полный набор дешевых Аур. Ну вот, с появлением Владмирса будет уже, наверное, сбор пятером. И продолжение атаки диффуза у Жаггера появится. Что-то МСФ себе взял. Ой, какая классная шмотка еще для Тини. Ему все дропается в этой игре. Я не знаю, Никс сегодня сборщик нейтральных айтемов. Все вещи забирает себе. Вот может ее тягать в ПМГ, может отдать Джиггернаут. Если слот имеется, я думаю, что все-таки приятный предмет. И JPK выпадает в Empire of Anx. Тоже классная штукенция. Очень приятно. Некоторые игроки желают. О, БКБ уже, ты смотри, как все круто у СФа. Ночной Вижен, Блэкинг Бары. Сейчас как раз-таки наступает ночь. Ну все, ну все, нужно идти вперед. Диффуза Джаггера, БКБ СФа, Венга с Аурой, Владимира и Аквилы. Поехали, парни. Под Бестмастером, под Доминатором уже Некра появились второго левела. Ну все просто великолепно у Гамбит. Ох, хорошо так сломал деревьями Пошка здесь. Подрубил лес, но успел, успел улететь отсюда Шач. Продолжает игра даровать предметы Никсу. Один за другим. Вообще, я вот предполагаю, что Гамбит сейчас дабл дэмэдж могут взять и попробовать даже на Рошана выйти. Вот Смоук, но нет, видимо, выход в лес, попытка убить кого-нибудь. Но слишком ранняя минута, и опять же, это байбеки, герои сидят таверны недолго. Но падает Смоук, пошел свап, есть Вижен, есть фраг очень быстро. И на мипошке одна тычки от GPT хватило. На Рошана сразу же Гамбит, ну минус армора слишком много. И нет байбека у котла, что-то я погорячился. Быстро, выход из таверны, 25 секунд этого хватит. Нет, они не успеют задефать, поэтому да, легко. Но его опять же накажут в НГ тем, что свапнет под врагом. Да, даже если бы и был байбек, я думаю, котл бы не стал его нажимать. Все равно вилу в Испании, так что это тщательно. Если бы мы видели игроков Hellraiser, то, наверное, в их глазах бы читалась какая-то безвыходность. Что они себе там думают? Был в игре один Primal Split и какой-то такой несуразный на бот линии. Ну, пока что все по наклонной идет для них. Очень неприятная ситуация. Продолжается накапливаться преимущество у соперника. Все больше и больше айтемов появляется. Теперь еще и Aegis. Ну, у Тини только Мом и Сия. Под этим Момом, под минус армором Вингии, под минус армором СФа. Его так будут легко разбирать. Это просто жесть. Странно, что Шачево Пайп не предпочел. Вот Некрономиконом. Просто потому, что много очень магу урона. Его можно было бы практически весь искоренить этим предметом. Да, блин, баланс на, кстати, айтемы падают. Потому что вам рейс также и СФу сейчас выпал. А у кого там два рейсбэнда или, может быть, два брасера. Можно будет сейчас собрать это все воедино. Ну что, двовышка падает. И как-то пока Hellraiser вроде бы стоят, готовы ее дефать в позиционке. Но напасть сложно. И кому инициировать, непонятно. Блинка нет, но ни пса. Он может только на ноге подойти. Но если он подойдет, тут же получит рор и умрет. Элмо тоже как-то не может подойти напасть. Ну, в итоге без Вилл Виспа даже они не стали пытаться напасть. Hellraiser с признаки жизни бы неплохо подать. Вот хоть какие-то. Ну, пока, да. Пока все очень печально. И если обычно в ситуации этой, ну, как-то можно пофантазировать, да. Попытаться какой-то выход найти в ситуации, что-нибудь придумать. Ох, ох, ох. Ты смотри, какой я это билд. Да, он да и да ус. Он не церемонится, товарищ. Просто сразу ставит себе да и да ус после БКБ и барабану. Это очень жестко. Ну, кстати, он купил себе второй рейсбэндик, чтобы собрать себе в рецепт вам рейс. Здорово. И уже кристаллить. Почти готов у него. У Джаггера будут молнии появляться после диффузов. Тоже немного увеличить свой ДПС за счет молний. Ну и что же это за смоук? Смоук, чтобы поставить вард. Чтобы кого-нибудь выйти поймать в СФ Айгис БКБ. Его даже первый раз убить будет непросто. Ну, как начал. ГПК на этой карте с фердблада так и продолжил. Уверенным противостоянием. Уверенным фармом. То есть рассчитывать только на драку. Да нереальный сноубол, на самом деле, у этого СФа сейчас. Не представляю, как вообще остановить такой сноубол. Разве что бегать, гангать его всем суставом. Или там выделять какой-то ганг-отряд на этого СФа. Только так. Если его никто не трогает, это хуже темп ларки. Он разгоняется нереально быстро. И имеет в своем арсенале такие способности. И возможность купить такие айтемы, что он просто смертоносен. Ну, дальше все просто. То есть забираем Т2 и поднимаемся на хайграунд. А это уже последняя, если что, вышка внешняя у команды Хеллрайзерс. Они не за один тавр не подрались. У них упало 6 тавров, и они ни один даже не дефали. Я бы на месте, кстати, ФНГ попробовал вместе с GPKM договориться под свап реквием использовать комбинацию. О, это круто. По вышке даже большую часть сгрызают гамбит. Возвращается обратно, клип закончился. Как же все тяжело у Хеллрайзерса с дефом на этой карте. Праймал сплит. Это, видимо, выход где-то в бочину от бремастера или нет? Он на базе своей нажал, праймал сплит. Опять же, ФНГ оптипнул за такой муф. Неплохо. Минус один неприятный скилл для гамбит. Это еще упрощает задачу. Ребята, я развожу руками. Полагаю, что те, кто из вас смотрит эту игру, вот, ну, немножечко вот ошарашены, да, подобно. То есть должен быть какой-то признак боя. Должны сопротивляться Хеллрайзерс. Слушай, учитывая коэффициенты, которые были, и, в принципе, мнение аналитиков по поводу того, кто к этим квалификациям как подготовлен, я думаю, что мало тех будет, кто прям будет шокирован, да, тем, что гамбит, вау, боже, переигрывают Хеллрайзерс. Но, действительно, хотелось бы больше сопротивления и хотя бы какие-то, не знаю, пиков и выход в драки, что угодно. Три фрага за игру сделали Хеллрайзерс. Да, у гамбит не больше, но это все из-за пассивной игры соперника. То есть гамбит идут, гамбит давят, гамбит ломают вышки, а хеллрайзерс в это время, ну, просто бегают по карте и никак не собираются, никак ничего не дефают. Все отдают, все, что просит гамбит, все, что они хотят, они все забирают на этой карте. Рошана, пожалуйста, вышки, пожалуйста, аутпосты, пожалуйста. Все, что хотите, берите, только нас не трогайте. Примерно так эта карта выглядит сейчас со стороны Хеллрайзерс. Не знаю, как это еще назвать. Ну, просто, если честно, то меня Хеллрайзерс удивили на квалификации своими результатами. И они, на самом деле, лучше ожидаемого лично для меня оказались. И тот факт, что они играли с Virtus.pro, давали им бой, причем там использовали Pugnow, Urso, агрессивную игру, тоже быстро пытались захватить контроль на карте. Работала эта схема, и это меня вот действительно подкупило. К сожалению, они в Best of 1 Тайбрике Virtus.pro проиграли, и в итоге все их шансы продолжать квалификацию на мейджор, они улетучились. Ну, вот здесь и сейчас. Ну, знаешь, наверное, начали с хорошим настроением, и под конец квалификации оно все хуже, хуже и хуже. И сейчас уже на квалификациях майнера мы видим вообще безидейное исполнение. Пока на первой карте от команды Хеллрайзерс. На что они рассчитывают? Давай подумаем, какие у них шансы сидеть, дефать на хайграунде. Ну, что им нужно? Что им нужно для победы? Нужна долгая игра, нужен агоним на Дизрапторе. Ну, допустим, будет агоним на Дизрапторе. Кого он закроет в ультимейте? Давай, допустим, Джаггера он закроет. Ну, тут проблема в винге по-прежнему остается. Окей, она сразу же свапает, да. Тут единственный вариант пытаться что-то придумывать Тинни, дожить до БКБ, попытаться выкинуть вингу, закинуть ее на базу, убить. Он даже блинк не будет делать. Как он будет подходить? Ну, понятное дело, что ему вот... Как его будут подпускать? То есть, есть рор, есть курса. Тинни не дадут зайти в драку. А тут смок на смок. Может быть, столкновение сейчас произойдет? Ну, наконец-то. Ожидаемая стычка вот уже. 8 фраг в 22 минуты. Это что вообще такое? Максимально аккуратная игра СНГ. Я такого не ожидал от СНГ-региона, честно говоря. Да уж. Ну, вот, вот, вейв пошел. Рейндж слаб, конечно, не столь глобальный, но удается нажать вовремя. Проймал сплит и давай разводить своих элементарий, пытаться кого-нибудь хотя бы поймать, но... Да, вернули, кстати, ФНГ за этот свамп. Хорошо. ФНГ должны наказать. Ну, его продадут, или он сам скажет, ребята, оставьте мне в покое. Хотя, верно, Винтерскерс, и этого наверняка не хватит, чтобы забрать Элмо. Сплинтербласт использован был так же. Герой довольно битый. Приходится тратить алтарь, тянется ПТ, а вон еще... Джаггер уже рядом. ИСФ тоже есть ульт. Хорошо, заходили Дрима, кстати. Очень больно Дриму. В итоге это минус пять. Практически ультра килл для ГПК, если бы не иллюзия Винги. Но, в любом случае, байбеки сейчас придется тратить Хелл Рейзерс, и наконец-то мы увидели хоть какой-то экшен, хоть какую-то драку, помимо избиения команды Хелл Рейзерс. Но все равно эта драка получилась как избиение команды Хелл Рейзерс. Это очень печаль. Готов СФ щекотать ваши бараки. Однобокая, слишком однобокая игра. Ну и да, убили Жаггера, он сам подставился. Осторожнее, миппошка за миссом проходит. Тычки-то не проходят. Ну, это минус сторона. При этом байбеки потрачены, а толку от этого мало. Ну, Глимс, есть Вижен. Где там Дизраптор у нас? Нет, Вижена, видимо. СФ уходит спокойно, никого даже не зацепили, не зачезили. Ну вот, даже сами осознают Хелл Рейзер, что гоним крайне бы приятен был. Но из-за множества других факторов это, увы, не гарантирует шансы на убийство какого-то очень серьезного героя. Его надо где-то поймать одного, то есть нужен идеальный выход даже под смоком. В таком случае, просто полагая, что Гамбит доминирует на карте, не бегают по одному, они понимают, что они сами сейчас вольно диктовать условия, собираться там на карте вместе и уж тогда идти атаковать. Вот это единственный шанс. То есть агоним, возможность поймать Асефа, выиграть еще немного времени и такие точечные нападения устраивать постоянно. Но, блин, я не знаю, насколько бы этого даже хватило у Хелл Рейзерс, вот запало. Потому что в конце концов появится следующий Рошан, его снова пытаются забрать Гамбит. В преддверии, возможно, проведут драку, сделают минус. На этом все равно все то же самое будет повторяться. У Гамбит слишком сильные суппорты, которые могут даже при условии крутого ультимейта от Дизраптора спастить ситуацию. То есть одна кнопка это Винтерскерс, который разворачивает всю команду Хелл Рейзерс в одну цель. Другая кнопка это свап, который тоже может спасти тем или иным образом героя. То есть саппорты мега полезные в этом плане. Ну, у Хелл Рейзерс есть Котл, который ставит виспа, который не работает сквозь БКБ. И это уже огромный минус сейчас для мепошки. Так как БКБшки там довольно-таки долгие у всех еще. Насколько я понимаю, Джаггер еще даже не купил себе БКБ. Ну, пока обходится Блэйд Фури и, в общем, к помощи команды нет плана. Да, ну вот как раз таки он умер в прошлой драке из-за отсутствия БКБшки. А Сэпп всех убил из-за присутствия этого самого айтема. Не помешало бы Джаггеру тоже здесь БКБ приобрести себя, чтобы не получать виспов, чтобы не стоять в дизейблах. Ждет ли нас драка под алтарем? Он активен вообще. А, его уже снесли, видимо, давно. Да, 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 конечно. А, нет, стоп, стоит, стоит. Стоит и даже активен. Ну, смотрим тогда. Барабаны заход от СФ, а то есть на него ссор, БКБ, да, и рор. Никса могут прямо сейчас убить, и ничего ему нет, а может. После чего БКБ, ФЛМ отстреливается. Ну, как же больно, он получает столько урона и так же отсыпает таверну ему. Билет. ГПК. О, он не слэш, он имеется от Дрима, подловил Саюша. Да, 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 да. Первая карта очень простая для Гамбит. Это просто легчайшее. Можно и так сказать, можно и так выразиться. Ну, слушай, в принципе, было ожидаемо, что ГПК на СФ развалит.